Через 9 лет столица Черноземья будет отмечать 200-летие своего первого в истории каменного моста, расположенного в центральном районе на улице Карла Маркса. Мало кто знает, что инициатор появления этого красавца – губернатор Николай Кривцов. Не согласовав затраты с императором Николаем Первым по тем временам огромные деньжищи – 5596 рублей, сейчас это смешные 100 долларов нарвался на выговор и штраф. Но так как этот архитектурный шедевр Ивана Блицына всех восхитил и обаял, то губернатору штраф простили, признав каменный мост конструкции, необходимой для развития города. Лишь к 425-летию Воронежа в 2011 году уже по инициативе губернатора Алексея Гордеева каменный мост был серьезно реставрирован. Сейчас за ним следят на регулярной основе. У этого памятника архитектуры есть только один естественный враг – погода. Поэтому хозяйская рука должна постоянно что-то штукатурить или подкрашивать, чтобы эта жемчужина Воронежа всегда была в отличной форме. А вот человеческий фактор оказывает на каменный мост больше негативного влияния, как, например, несколько дней назад грузовая «Газель» не прошла по габаритам и кузовом повредила кирпичную кладку. Кстати, если раньше был дорожный знак, предупреждающий о предельной высоте автомобиля, то сейчас здесь только знак, предупреждающий о предельных габаритах по ширине. Надеемся, сотрудники ГИБДД возьмут это на карандаш. В 90-х и начале 2000-х годов каменный мост каждую неделю подвергался варварским набегам молодоженов, разбивавшим здесь множество бутылок из-под шампанского и более горячительных напитков, также прикреплявших чудовищные замки к его металлическим перилам, зачастую их выгибая и ломая. Сейчас для бурного изъявления чувств брачующихся установлены специальные железные деревья, явно полумера и потакание невзыскательным вкусом. Во все времена каменный мост являлся своеобразной визитной карточкой столицы Черноземья, поэтому его изображения обязательно попадали на сувенирную продукцию, а также были любимым местом начинающих фотографов и профессионалов. Не говоря уже о любителях живописи всех возрастов, которые для истории запечатлели этот шедевр во все времена года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok